Административно из главного управления Министерства юстиции РФ по Москве в фонду поддержки средств массовой информации 5-е время года о ликвидации удовлетворить, ликвидировать фонд поддержки средств массовой информации 5-е время года и исключить его из единого государственного реестра юридических лиц. Решение может быть обжаловано в операционном порядке Московский городской суд через Мещанский район суд города Москвы в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме судья подпись. Министерство юстиции просило ликвидировать фонд 5-е время года, поскольку после проверки пришло к выводу, что деятельность организации не соответствует тому, что написано в уставе. Работа фонда нарушает закон о персональных данных, и сама организация находится не по тому адресу, который написан в документах. Юристы Алексея Навального говорили о том, что претензии Минюста не конкретны, не указаны пункты закона, которые фонд нарушил, по мнению ведомства, а также назвали решение политическим. Адвокаты Алексея Навального планируют обжаловать решение Мещанского суда. Абсолютно беспрецедентное решение в рамках контроля за деятельностью некоммерческих организаций и по скорости, и по форме. Всегда выносится сначала предписание, а в дальнейшем уже, если предписание не исполняется, то могут ликвидировать. Но в данном случае никаких предписаний не было. Замечания, которые министерство юстиции предъявило в качестве нарушений, они не являются существами, они все устранимы. По части замечаний они даже не смогли назвать конкретную статью, пункт и конкретные действия, благодаря которым они обратились в суд. Считаем незаконным, будем обжаловать его, уверен, что будет это решение отменено, либо в Европейском суде по праву на человеке. Минюст выходит с таким иском, никаких вот реально оснований по гражданскому кодексу для ликвидации фонда, для этого должны быть грубые нарушения какие-то законодательства, их нет. Они наполнили материалы дела просто вот скриншотами из интернета, которые даже не содержат упоминания фонда в пятое время года. Поэтому очевидно, что процесс вот такой скорости, это политический процесс поскорее ликвидировать фонд, потому что им очень не нравится и очень вредит им забастовка избирателей, которые проводят штабы. У нас же часто и обыск, и изъятие техники, ну и в этом случае что-нибудь. Конечно, это затруднит работу, потому что работа штабов, это уже 61 штаб, который вот завязан на работу этого юридического лица, но тем не менее, это просто нужно какие-то юридические действия, чтобы переформатировать работу. Я думаю, мы найдем способ вести забастовку избирателей, это не такая большая проблема.